ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ...бюджету складая больше за 10%. Плательщиками податков заявляется коля 48 тысяч субъектов господарания и свыше 318 тысяч жахару региона. Зараз у податковой службы Гомишины наличивается больше за тысячу работников. Что дня они выполняют свою державу на необходную працу в областной и 25 районных инспекциях. За 6 месяцев 2015-го у консолидованный бюджет собрано свыше 9 триллионов рублёв. Его формирование у основным ажатявляется за кошт державного сектора экономики, больше за 70% усих податков. Остатняя доля – от малых предприемств, индивидуальных предпринимальников и физичных особ. Супрационники службы отзнашают. Податковая культура уже хороу нашего региона, что год узрастая. Однако выхование добросумленного плательщика потребует поведенной податковой дисциплины. Узмацнение контролю за нецвярузыми водителями. У Гомеля ДАИ проводят комплекс спецмероприемств. У областных центра экипажа ДПС пошли надавать особливую вагу тем, кто садится за руль на подпитку. Супрационники узмацнили свою присутность на уездах у областных центра, ожитивляя дежурство на участках наибольше оживленных дорог у разных районов Гомеля. Меры этой часовой, заявили у ДАИ, але термин их закончения невядомы. По даденных правоохолнику профилактичная праца будет ожитивляться до особого распоряджения. Наши корреспонденты выучили дорожную обстановку и высветлили причины узмацнения даденных мер. За початку года у Гомельской области закирование в стане алкогольного опьянения штрафами покорано больше за 2300 человек. Порушальники заплатили в бюджет миллиарды, до некоторых были ужитые меры конфискации автомобилев. Алистатистыка показывает, что, как заусёды, летом колька с нетверозых водителям расти. Да, к сожалению, на территории Гомельской области по вине водителей в состоянии алкогольного опьянения уже произошли дорожно-транспортные происшествия, в которых как погибали сами водители, так и иные участники дорожного движения. По водля анализу ДАИ, больше сентверозых водителей у ДТЗ не отрымливают сурьёзных пошкодженев. Алипассажиры гинуть у кожным другим выпадку. В случае управления транспортным средством водителям в состоянии алкогольного опьянения, он будет привлечён к административной ответственности в виде наложения штрафа от 50 до 100 базовых величин и лишением права управления транспортным средством на три года. В случае повторного управления в состоянии опьянения также подлежит конфискации и транспортное средство. У опошней час назирается усплеск травмированных, увы, не кунись вирозой язды. Профилактическими мероприемствами у ДАИ сподяются поуплывать на ситуацию. Бутылки с пошаткой лета уже имелось как минимум два приклада со смяродным заходом. Спуску порушальникам не будет. Сел пьяным за руль, заплатив 18 миллионов. А коли трапився повторно, заплатив столько же и перемешайся у разрад пешеходов. Александр Гамоля, Сергей Лукашук, телерадо и компания «Гомель». Гомельшане не перестают радовать и сделлять своими талентами. На Международном молодёжном фестивале «Огонь танца-2015», который проходил в рамках «Дня молодёй» на славянском базаре, наши ребята запалили танцпляцовки, покорили публику и вернулись в родный город с пятью призовыми местами. Своими уражениями они поделились с нашим корреспондентом Верой Котляр. Фестиваль «Огонь танца» в Витебске собрал молодёжный танцевальный коллектив из всех регионов Беларуси и близких замеша. Компетентные журы вызначила лепших в пяти номинациях стрит-денс, брейк, шоу-программа, латиный и исходный танец. Гомельские танцоры вызначились у четырёх из них. Карина и Артём с танцевально-спортивного клуба «ВиАйПи» займаются латино-американскими танцами с детства. Уже омаль 13 год. Три из них тренируются разом. За этот час они успели стать сребрными призёрами чемпионата Беларуси. Окромя этого, показали себя на разных международных споборницах. До выступления на танцевальном конкурсе у Витебску рыхтовалися вельми серьёзно. Их танец «Ча-Ча-Ча» принес другое место о номинации «Спортивная латино» и покорил витебскую публику. Лично я ехала, в первую очередь, потанцевать. Это было интересно. Узнать что-то новое, побывать на таком фестивале. Для нас это в первый раз. Поэтому было очень интересно просто съездить. Готовимся к чемпионату страны. Постараемся там занять попрестижнее место. Поучаствовать, возможно, в чемпионате мира или Европы. Ну и в следующем году постараемся в Витебске выступить получше. Занять первое место. Танцевальный коллектив «Скай Мув» истнует с 2003 года. Перед тем, как поехать на фестиваль, ребята прошли областный отбор и были признаны лепшими из девяти команд, которые так само танцуют стрит-дэнс. Постоянные удельники в уличных танцевальных батлах не только в Беларуси, но и в соседних странах стали гостями витебского фестиваля «Огонь танца» уже в четвертый раз. В этом году они стали третьими. Тому говорить, про сгод снова будут штурмовать танц-пляцовки Витебска. Я считаю, что в плане уровня танцоров в этом году было сильнее, чем раньше. А так, как я вижу, это уже не первый раз, то есть особо удивляться уже было нечему, но мне нравится это мероприятие. И вообще сама атмосфера в этом городе, самого этого праздника, если брать не только этот конкурс, а вообще все, что происходит в городе, по-моему, это чудесно. А кроме танцевальных досягнений, у скорбонца Гомельской молодежной делегации у Витебска так само перемога в музычном конкурсе. Битва диджея в Беларуси и другое место в конкурсе 3D-малюнка на асфальте. Гомельские дети подчас каникулам мают махшимость отпашить не только у летниках за городом, а и у пришкольных лагерах. В школе номер 44 города Гомеля имя Лебедева поклопотились об тем, как каникулы 2015 прошли весело и с максимальной корыстью. Школа номер 44 не выпадково называют школой биражливых. Вось уже 10 годов, як тут Мэтана Керована займаются проектом энергосбиражения. С того часу тут отрымал прописку любимых героев Вольтик, якого дети разом с наставниками придумали сами. Вольтик – это памятка о том, как правильно сберегать энергию. Вольтик – это наш друг. Лето – это не только весело, это не только замечательное времяпрепровождение, а лето должно быть еще и полезным временем. Поэтому опытные педагоги нашей школы разработали целый ряд воспитательных мероприятий, которые не только будут интересны для детей, но и достаточно увлекательны и разнообразны по своей тематике. У гэтым годзе змена школьного лагера тематична энергосбиражения для нас и природы. Тому все мероприемства гэтага циклу объядновываются под агульным девизом «Экалета экономична и экологична». Человек должен понять, для чего он должен экономить, для чего он должен бережно расходовать ресурсы и изменить в первую очередь самого себя, изменить свои какие-то привычки, привычный уклад жизни, сделать более рациональным, более разумным использование энергоресурсов. Так у школы заявилась и великая деловая гульня, у якой прымают удел усе – педагоги, выпускники школы и навод батьки. Дети разгадываюць кроссворды и пишуць верши, удзельничаюць у викторынах и выставах, ствараюць листовки про ахову природы, а выкинутым на сметник рэчам даюць другое житцем. Из-за усёды побач сябр «Вольтик». Таким чыным систематычная работа, якая наладжена у школы по пытанях экономии и беражливости, принесла шматлики и перемоги на республиканском конкурсе «Энергомарафон». Гэта дазволила школе замянить в окны на энергосберагаючие и укоранить шерах энергоемких проектов. Тамара Бялицкая, Олеся Рудзянкова, Яугин Макеенко, телерадиокомпания «Гумель». И на гэтым пакулю сё за развитём паде, саджэти по наших выпусках. А я с вами развитвуюся. До повашения.